книга открытым оком том 30 тема суды вопрос 4106 что дают суды с евреями тех кто разоблачает их суть и их книги стоит ли терять столь драгоценное время на то что в вечности не потребуется отвечает игнатий тихонович лапкин полезное можно взять и из самого незначительного и даже вовсе ничтожного про керемия 15 глава 19 стих на сие так сказал господь если ты обратишься то я выставлю тебя то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим и если извлечешь драгоценное из ничтожного то будешь как мои уста они сами будут обращаться к тебе они ты будешь обращаться к ним апостол павел требовал суда кесаря то есть тогдашней прокурорской проверки решения государственного суда книга деяний 26 глава 32 стих и сказала гриппа фесту можно было бы освободить этого человека если бы он не потребовал суда у кесаря посему и решился правитель послать его к кесарю и книга деяний 28 19 но так как иудеи противоречили то я принужден был потребовать суда у кесаря впрочем не с тем чтобы обвинить в чем-либо мой народ конечно можно постарообрядческий замшало рассуждать лежала до нас тысячи лет пусть и дальше лежит но каноны церковные указывают на процессы какие могут быть для разрешения трудных вопросов кавычки открыты жидовская мораль признана экстремистской московская прокуратура провела экспертизу и признала книгу цирух шульхана рух оскорбительной для неевреев кавычки открываются обоюдный отказ равносильной нашей победе так характеризует решение генеральной прокуратуры составитель и податель письма 500 м в назаров ниже приводится текст постановления врученные работником прокуратуры лично назару в праздник вознесения господня с его кратким комментарием постановление об отказе в возбуждении уголовного дела город москва 30 мая 2005 год следователь басманной межрайонная прокуратура города москвы юрист третьего класса ульянов а.с. рассмотрев материалы проверки по заявлению назарова м в и другим а также их лово его и другие зарегистрированные в книгу учета сообщений о преступлении номер пр 89 установил басма в басманную межрайонную прокуратуру города москвы из прокуратуры города москвы поста поступили обращения назарова м в хатюшина вв и других по факту издания и распространения книги церух шульхана рух содержание которой по мнению заявителей направлено на разжигание в обществе национальной и религиозной вражды унижение человеческого достоинства по признакам национальности и отношения к религии также в басманную межрайонную прокуратуру из прокуратуры города москвы и поступили обращения их лава его лама лл и других связи с обращениями назарова м в и других генеральному прокурору рф которые по мнению заявителей содержат высказывания направленные на возбуждение национальной вражды в ходе проведенной проверки установлено что конгрессом еврейских религиозных организаций и объединение в россии издана книга церух шульхан арух указанная книга была издана в 1999 году в москве издательством астросим тиражом 2000 экземпляров в 2000 году шерух кицур шульхан арух переизданном в городе ульяновские тиражом 3300 экземпляров опрошенный в ходе проверки назаров м в сообщил что с 1970 годов изучает еврейский вопрос и пришел к выводу что иудаизм является российской религией скрывающий свою истинную суть этого же мнения придерживается немало современных еврейских ученых и писателей стремящихся очистить иудаизм от человека ненавистнических компонентов назаров м в считает что именно российская суть иудаизма является первопричина экстремизма проявляющегося в русско еврейском конфликте с обеих сторон по поводу изданной в недавнее время книги церух шульхан арух он сообщил что купил ее в книжном киоске на факультете журналистики мгу и нашел ней подтверждение сказанного цитаты из этой книги использовались как основа заявления в генеральную прокуратуру также назаров м в сообщил что еврейские лидеры попытались возразить что эта книга исторический памятник однако в предисловии они книгу рекомендуют к изучению именно в настоящее время и указывает что все ее законы продолжают действовать в наши дни они признают что еще более оскорбительные для других наций положения изучаются в еврейских школах также они пытаются возразить что эти законы применимы только к идолопоклонникам но даже в сокращенном варианте книги отмечается что к идолопоклонникам причисляются и те кто поклоняется кресту главному символу христианства назарову м в не удалось до сих пор прочесть в еврейских средствах массовой информации ни одного существенного опровержения тех примеров которые приведены в обращении виде опровержений публикует только голословные обвинения в экстремизме фашизме и ксенофобии не подтвержденные ни одним фактом при опросе хотюшин в в пояснил что в разных переводах читал выдержки из книги кицу шульхана рух по его мнению положение изложенные в книге оскорбительны по отношению к русской и другим нациям они унизительны так как в книге прямым текстом изложены оскорбительные выпады по отношению к неевреям в частности в книге сказано что с неевреями надо обращаться как с животными лично его возмущает издание книги кицу шульхана рух на русском языке в современной россии кроме того считает что факты издания книги кицу шульхана рух необходимо расценивать как разжигание национальной розни против неевреев в ходе проверки директором института развития дошкольного образования российской академии образовательных наук специалистом в области общей социальной медицинской и возрастной психологии доктором психологических наук профессором членом корреспондентном рао слободчиком вы проведено исследование текста книги кицу шульхан ару в ходе исследования специалист пришел к выводу что используемые в книги кицу шульхан ару словесные средства выражают негативные установки в отношении любого без конкретизации на племенника нееврея боя и любого без конкретизации иноверца неудея акума все иноверцы без исключения идолопоклонники содержащие главы 167 законы идолопоклонства некоторые читатели интерпретируют как относящиеся к христианству и христианам однако прямых указаний на это в книге нет в книге содержится информация предписывающая максимальное отчуждение самоизоляцию еврея от любого нееврея и любого неудея без конкретизации от образа их жизни и вероисповедания например всякая насмешка запрещена кроме насмешки над идолопоклонством которая разрешена глава 167 пункт 13 поскольку обмануть не еврея назначив правильную цену разрешается глава 183 пункт 1 и другие в тексте книги кицур шульхана рух использованы специальные языковые средства для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик отрицательных эмоциональных оценок негативных установок и побуждений к действиям против какой-либо нации и отдельных лиц как ее представители поскольку книга кицур шульхана рух это свод законов предписывающий еврею иудею определенные действия определенное отношение определенное поведение среди ни евреев ни иудеев которые может быть интерпретировано последними как негативное и оскорбительное отношение к ним председатель конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в россии коган зл при опросе пояснил что в нынешнем виде ци кицур шульхана рух является историческим документом памятником культуры иудаизма история создания кицур шульхана рух начинается с конца 12 века кицур шульхана рух дает представление об истории иудаизма о восстановлении традиции о становлении традиции ортотоксального иудаизма в ней содержится положение законы иудаизма а также законы еды благотворительности похорон свадеб молитв праздников поста то есть все то есть все те положения которыми руководствовались ортодоксальные иудеи начиная с конца 13 века ряд приведенных в кицур шульхана рух положение в настоящее время потерял актуальность вследствие исторического развития в частности нормы о жертвоприношении содержащиеся в главе идолопоклонства так как многие положения настоящее время запрещены законодательством практически всех стран мира в иудаизме существует правило не противоречия религиозных норм местному законодательству иудеи обязаны соблюдать законы страны в которой они проживают в том числе и поэтому некоторые заповеди содержащие в кицур шульхана рух не соблюдаются иудеями однако такие заповеди важны для изучения истории иудаизма современными иудеями книга кицур шульхана рух издана для студентов ешив готовящихся стать раввинами для ортодоксальных евреев в том числе и хасидов а также для интересующихся иудаизмом книга не находилась свободной продажи часть тиража была отправлена в израиль для изучения в ешивах русскоязычными иудеями часть направилась в ешивы расположены на территории россии в синагоге правило содержащиеся в цеху шульхана рух ни в коем случае нельзя расценивать как принижение других религий вероисповеданий как констатацию превосходства иудаизма над другими религиями евреев над другими национальностями кицур шульхана рух является лишь своего рода учебником истории иудаизма применяемым понятием во время написания книги придавалось несколько иное значение чем придается в настоящее время применимая во внимание принимая во внимание что в ходе проверки в связи с изданием и распространение книги кицур шульхана рух не установлен умысел на возбуждение обществе национальной и религиозной вражды унижение человеческого достоинства по признакам национальной и религиозной принадлежности публикация и распространение данной книги не образует состава преступления предусмотренного части 1 статьи 282 ук рф в поступивший в басманную межрайонную прокуратуру заявлениях их лава его лама лл и других сообщается о направлении в генеральную прокуратуру рф обращение подписанного назаровым мв и другими о запрете иудейских религиозных и еврейских общественных объединений на территории россии которые по мнению заявителей разжигает национальную и религиозную вражду и унижение по признаку принадлежности к еврейской национальности и иудейской религии опрошенный в ходе проверки лам лл сообщил что 2 февраля 2005 года состоялось заседание коллегии общественной организации добровольческий корпус которым принял участие ихлов его заявивший что обращение ряда лица запрете еврейских организаций направлено на разжигание национальной и религиозной розни коллегия поддержала их лава его и обсудив его проект заявление приняла его впоследствии это заявление было направлено в генеральную продукт прокуратуру российской федерации их лав его при опросе сообщил что он обратился с заявлением на имя генерального прокурора рф об экстремистской деятельности группы лиц которые организовали две публичные кампании вокруг поддержки текстов имеющих по его мнению целью разжигания национальной и религиозной вражды и унижения по признаку принадлежности к этнической евреев и религиозной иудеи группам без различения направления в иудаизме лично его данные обращения оскорбили и унизили так как он стал непосредственным свидетелем роста антисемитизма ему известно что тезисы аналогичные используемых в обращениях а именно утверждение о сатанинском и человеконенавистническом характере иудаизма как религии утверждение что иудаизм предусматривает ритуальные убийства и перенос негативных поступков отдельных представителей еврейского этноса иудеев на всю общность являются основными аргументами религиозного антисемитизма директором института развития дошкольного образования российской академии образовательных наук специалистом в области общей социальной медицинской возрастной психологии доктором психологических наук профессором членом корреспондентом раос лабочком вы проведено исследование текста обращения генеральному прокурору рф и статьи еврейское счастье русские слезы в ходе исследования специалист пришел к выводу что используемые в обращении генеральному прокурору рф вв устинову группы лиц назаров м в и прочие не содержится информации побуждающей к действиям против какой-либо нации расы религии или отдельных лиц как ее представителей данный текст является сугубо адресным не предполагающим массового распространения по составу это цитаты из книги китсур шульхана рух соответствующими авторскими интерпретациями статье еврейское счастье русские слезы распространенной в компьютерной сети интернет фактически вас предел фактически воспроизведен текст вышеуказанного обращения генеральному прокурору рф но с редакционной рубрикации название отдельных рубрик могут быть восприняты читателями как оскорбительные и негативные в частности такие как мораль еврейского фашизма провокаторы и человеконенавистники иудейская агрессивность как форма сатанизма в ходе проверки опрошен хатюшин вв который сообщил что в конце 2004 года к нему обратился назаров с предложением подписать письмо в генеральную прокуратуру рф об издании книги китсур шульхана рух так как взгляды на эту книгу у него с назаровым совпадают он согласился поставить свою фамилию под этим письмом до того как он дал согласие на размещение фамилии по текстам обращения назаров ему рассказал содержание письма в письме обращается внимание генеральной прокуратуры на беспрецедент на беспрецедентное в истории россии издание оскорбительной на его взгляд книги китсур шульхана рух сославшись на подписание этого письма он не переставал он не преследовал цел унизить достоинство оскорбить евреев не желал возбудить национальную рознь против еврейской нации у него имеется убеждение что книга китсур шульхана рух унижает достоинство русской нации назаров мв пояснил что целью публикации обращения в средствах массовой информации было привлечь внимание к этому вопросу и дать оборонительные аргументы тем людям которых еврейская сторона обвиняет в антисемитизме и разжигании национальной розни во многих городах россии обращение относится только к тем еврейским организациям и граждан у которых мораль основана на российских законах шульхана руха существует еврейские организации отвергающие эту мораль например организация чей сайт носит имя талкер а сон точка орг талк риасон точка орг этих евреев а также упомянутых в обращении израиля шамира и профессора израиля шакка он считает своими единомышленниками то есть своим обращением они вместе с названными еврейскими деятелями обвинили в российме не всех евреев а только сторонников человеконенавистнических законов шулхан арух назаров мв считает недопустимым насаждение морали шулхан арух среди российского еврейства данное обращение готовил он лично берет полную ответственность за его содержание лица которые указаны в конце обращения лично дали ему полномочия разместить их фамилии и ввести от их имени возможные переговоры со всеми оппонентами в том числе и правоохранительными органами по этому вопросу анализ материалов проверки свидетельствует о том что в действиях назарова м.в. хатюшина в.в. и других направивших обращение генеральному прокурору рф о запрете иудейских религиозных и еврейских общественных объединений отсутствует объективная сторона преступления предусмотренного статьей 282 ук рф так как текст обращения не содержит информации побуждающие действиям против какой-либо нации расы религии или отдельных лиц как ее представителей кроме того в ходе проверки не установлен и прямой умысел на возбуждение ненависти вражды унижения достоинства группы лиц по признакам национальности отношения к религии то есть субъективная сторона преступления принимая во внимание что имеются достаточные данные указывающие на отсутствие признаков преступления предусмотренных статьей 182 у к рф и руководстве с пункту 2 части 1 статьи 24 статьи 144 145 и 148 у пк рф постановил первое отказать возбуждение уголовного дела по сообщению совершение преступления предусмотренного статьей 282 рф по основаниям предусмотренным пункте 2 части 1 статьи 200 статьи 24 у пк рф связи со отсутствием в действиях когана зл состава преступления при издании книги китсу шульхан ару второе отказать возбуждение уголовного дела по сообщению о совершении преступления предусмотренного статьей 282 рф по основаниям предусмотренным пункт 2 части 1 статьи 24 у пк рф в связи со отсутствием в действиях назарова мв и других признаков состава преступления при направлении обращения генерального прокурора рф следователь межрайонной прокуратуры аэс ульянов комментарий мв назарова в день получения постановления прокуратуры такой первый промежуточный итог дело для нас равносилен победе ибо на официальный запрет господствующего в мире российского талмудизма мы не надеялись для нас было важно разоблачить его сущность а его приверженцев как антизаконный анти государственный фактор и на этом пути теперь создан важный юридический прецедент прокуратура провела экспертизу и признала книгу китсур шульхана рух оскорбительной для неевреев а в переданном в генпрокуратуру тексте письма 500 и в действиях лиц его подписавших не нашла признаков преступления то есть пресловутого антисемитизма на чем настаивала еврейская сторона мы благодарим сотрудников прокуратуры за проделанную работу даже если и не согласны с формулировкой отказа теперь каждый русский человек может с полным основанием называть нравственный кодекс иудаизма оскорбительно экстремистским в оборонных целях распространять и публиковать цитаты аргументы и факты из нашего обращения 500 при этом отвергать весь еврейский гевал с обвинениями в антисемитизме напомню что в мае и прокуратура в санкт-петербурге вторично не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против руси православа тот факт что нам отказано возбуждение уголовного дела против расистов от шулхана руха по причине отсутствия у них умысла на возбуждение национальной и религиозной вражды лишь приводит нашу акцию в следующий юридический этап мы постараемся в следующем ображении доказать наличие этого умысла в качестве основы талмудического иудаизма и потребуем пересмотра всех анти в кавычках антисемитских дел против русских патриотов как обороняющиеся стороны предлагаем им самим уже сейчас подавать апелляции со ссылкой на данное постановление прокуратуры число новых подписей под нашим следующим обращения будет вновь не меньше 5000 столько уже собрано то есть можно будет говорить письмо 5000 на новом этапе превращается как минимум в письмо десяти тысяч а может быть осилим и цифру 50000 для пущей убедительности что с русским народом надо считаться просим все патриотические организации отбросить скепсис неконструктивную критику и включиться в это дело напоминаем адреса для отправки подписи 117 133 москва абонентский ящик 20 и фнк 04 собака яндекс точка ру реакцию еврейской стороны на это постановление прокуратуры нетрудно предвидеть можно ожидать все тот же гевалт теперь уже про пособничество прокуратуры антисемитом этот гевалт уже начался в 13 в 13 20 10 июня жидовская радиостанция эхо москвы выдала первую порцию скорбных иудейских вопли на тему о в кавычках государственном антисемитизме которые власти разжигают якобы для того чтобы отвлечь внимание народа от социальных проблем примечания руси православные хотелось бы противопоставить этому должную реакцию русской стороны тех сми и должностных лиц которые теперь могут руководствоваться в своих действиях данным экспертным документом прокуратуры и расширять границы свободы в этом вопросе и в защите национальных интересов державно образующего русского народа 9 июня 2005 год далее библейские цитаты приведенные на тем тихоновичем книга левит 24 глава 22 стих один суд должен быть у вас как для пришельца так и для туземца ибо я господь бог ваш книга авторозакония 17 глава 12 стих а кто поступит так и дерзко что не послушает священника стоящего там на служении пред господом богом твоим или судьи тот должен умереть и так истреби зло от израиля книга про кософонии 3 глава 3 стих князья его посреди него рыкающие львы суде его вечерние волки не оставляющие до утра ни одной кости страну трясет от праздников и дат общественных и личных загогулин потом с похмелья трое суток спят глядишь и к новым праздником подрулят одно событие разрушила молчание не с ангелами вышли в рождество в пятидесятницу началом всем начала любой язык понятен и простой дверь распахнулась весть о воскресенье единородного изочих недр иисуса апостол петр благую весть рассеял и потому в той житнице не пусто пора уверовать принял без оговорок дарованную жертву на голгофе грех прародительский и нам смертельно горек и нам потерянным неимоверно плохо но дух святой как личность в триедином сотлевшая в душе разворошил на языках иных заговорили ныне путь благовестников достигнет и вершин воскреснут тысячи а позже миллионы духовных же рождений будет столько в душе таких враг обольститель сломлен в плен к иисусу сдались добровольно есть и даты личной встречи со христом у каждого рожденного от духов от духа меня из раненого он услышал стон извлек из волн туда где было сухо ту дату праздную десятки раз на дню переживая вновь огонь и воду слепцам покажется что я темню не верю мол пошла немного прошла недавно на веру мол пошла недавно мода рабы и пленные не празднуют побед кто с победителем у них вселенский праздник кто не пошел тот не оставил след закончил жизнь среди отбросов грязных 13 мая 2008 год игнатий лапкин страдаю до конца этот гиотинов Sigma эту белую нет букв Apropolis